Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается прошлого, отношения человека к прошлому. Вопрос касается чувства вины за прошлого, за свои действия в прошлом у Астра Вопроса. И про то, как это влияет на текущие отношения Астра Вопроса с ее партнером. То есть, в прошлом были некоторые совершенные действия, о которых Астра Вопроса сейчас жалеет, испытывает чувство вины и стыда. И, в общем и целом, всячески корит себя за свои действия, которые были совершены. Вот. Соответственно, Астра Вопроса спрашивает о том, как с этим бороться. Вот. Давайте попробуем разобраться с этим. Да? Значит, чувство вины, значит, ну, с одной стороны, связано с действительно определенными изменениями вашими. То есть, тогда, когда вы поступали определенным образом, для вас было важно, что-то, что-то одно. Но, вот, сейчас, для вас уже, получается, важно, что-то другое. И, как мне представляется, что это совершенно нормально, что вы изменились, изменились ваши приоритеты, вот, изменились ваши ценности, вот. Это нормально. Нормально, что, вот, такие изменения с человеком происходят. На протяжении всей жизни человек не может оставаться неизменным. Вот. Человек меняется, и меняется его приоритет. Другой вопрос. Что вы, почему-то, судите себя за то, какой вы были. То есть, ну, вы же не судите себя, например, за то, как в детстве вы, может быть, как-то хулиганили, или творили какие-то шалости, или капризничали, и так далее. Хотя, бывает и такое. И здесь нужно посмотреть, а как так получается, что вы бичуете и вините себя за то, что было раньше. Почему вы требуете от себя сейчас быть другой, да? Почему с точки зрения своего нового опыта, который вы получили, а это новый опыт, и с точки зрения своих изменений сейчас, вы требуете от себя быть другой в прошлом? То есть, если, условно говоря, 20 лет своей осознанной жизни, скажем, 15 лет, да, с 15 лет, и на протяжении 20 лет, то есть, в возрасте 45 лет, я понял, например, что хочу быть вегетарианцем, что правильно быть вегетарианцем, да, и перестал есть мясо. Разве должен я требовать от себя все эти 20 лет, так же не есть мясо, если в определенный момент я почувствовал, что мне это важно? Вам может показаться, что то, о чем я говорю, это очень поверхностная история. То есть, вам может показаться, что то, о чем я говорю, является, ну, просто вот, неким таким умозрительным в данном случае заключением. И это правильно. Но я сознательно сейчас стараюсь сфокусировать, что называется, ваше внимание на проблеме. Вот. И показать, что проблема не в том, что вы делали раньше. Проблема не в том, что молодому человеку не нравится наличие у вас какого-то прошлого, да, вот. Потому что ему оно не нравится, скорее всего, в силу того, что вы транслируете ему свое отношение к этому прошлому. А дело здесь в том, что вы требуете от себя, с точки зрения своего текущего опыта, вы требуете от себя быть такой же и раньше. Хотя, если бы вы раньше не были такой, какой вы были, вы бы не получили опыт, тот, который у вас есть сейчас. И вот это очень важный момент, да, что, как бы, вы отрицаете возможность своих изменений. Вы отрицаете возможность своего роста, своего развития. Вот. И, на мой взгляд, это является самым важным здесь аспектом. На мой взгляд, это является самым таким вот ценным, если можно так выразиться, да, ценным, ну, вот, элементом, так сказать. Вот. И на это вам нужно обратить свое внимание, да. Вы себя корите, вы себя, там, условно говоря, ругаете. Вот. А с чем это связано, в первую очередь? Вот. 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 Ну, как бы. А, как так вот, получается, да, что вы себя, вот, корите. Вы себя корите, да, вот. Такие вещи. Вот. Это очень важно. Очень важно, как раз, вот это разобрать. Потому что, есть ощущение, да, что, в этом, ну, в какой-то степени, кроется ваше восприятие, как, ну, знаете, как, вот, какой-то, вот, плохой. То есть, это, в этом, в этом концепте есть, а, ваше самообещевание и ваше обесценивание себя. Это первое. Второе. Важно заметить, как трансформировались, изменялись ваши желания. То есть, а вот вы говорите, что я поступал, поступал вот так-то, так-то и так-то. И вы говорите только о своих действиях, но вы не говорите о своих желаниях. Чего вы хотели, когда так поступали? Что вам было нужно, когда вы так поступали? Что для вас было важно, когда вы так поступали? Вот. На мой взгляд, несколько не, несколько некорректно, что ли, воспринимать свои действия изолированно от твоего отношения к ним. То есть, вам, для того, чтобы себя принять, да, для того, чтобы, ну, перестать, вот, себя обиживать, перестать себя винить, вам крайне желательно увидеть трансформацию своих, вот, потребностей, вот, которые, ну, вне всякого сомнения, происходило, и я вот могу открыть вам небольшой такой секрет, что происходит и дальше. То есть, этот процесс, он не остановился сейчас. Этот процесс, он, что называется, продолжает происходить. Вот. И он будет происходить с вами в норме, ну, в общем и целом всю вашу жизнь. Что, на мой взгляд, является, эм, также абсолютной нормой, ну, вот. Сейчас вы можете просто смотреть, смотреть, наблюдать, замечать те изменения, эм, изменения, которые в вашей жизни происходят. Вот. Смотреть, изучать, эм, замечать те, эм, те проявления, эм, те проявления, эм, те проявления, эм, являются, ну, вот, как бы неотъемлемым атрибутом, чела, эм, человеческой жизни, человеческих, эм, ну, человека. Вот. Поэтому, в данном случае, в данном конкретном случае, я бы сказал, что, вот, эм, эм, этот аспект жизни, этот элемент, эм, вашего, эм, психологического, эм, состояния вашей, эм, психологической жизни, вот, вы привыкли игнорировать. А, как мне кажется, игнорирую это и требую от себя чего-то, требую от себя быть правильной, требую от себя быть, эм, ну, может быть, идеальной, ну, может, может быть, повторюсь, я эм, в этом смысле не уверен, не уверен, да? А, вот, не уверен в том, эм, чего именно вы от себя требуете и чего именно вы от себя ждете, чего именно вы от себя хотите, вот, и так далее. Это вот, наверное, эм, тоже, эм, момент и тоже, эм, ну, как бы, эм, предмет для, так, скажем, исследования, да? Вот. Но это нужно так или иначе разобрать. Эм, так вот, эм, у вас есть в данном, эм, случае, как мне кажется, некая такая вот, эм, позиция, эм, ну, по-по-по-по-по поводу, эм, по поводу себя. Что, какая-то вы не такая, да? Что, вот, что с вами не так, что, вот, какая-то вы неправильная. И, на мой взгляд, мешает вам больше всего именно это. Вот. И, соответственно, соответственно, эм, наша задача заключается в том, чтобы это скорректировать. Вот. Я не буду говорить, что это, как-то, эм, очень легко. Я не буду говорить, что эта задача, эм, легкая и быстрая, потому что это было бы неправильно. Вот это не, не такая, легкая и быстрая задача. Вот. Потому что у вас будут сопротивления и так далее. И здесь еще очень важный момент. Есть. На который мне хочется, чтобы вы обратили внимание, да? Вот, казалось бы, казалось бы, казалось бы, казалось бы. Вы себя вините, вам не нравится, там, наверное, наверное, вам тяжело и трудно, да? Ну, от того, что вы себя вот так вот вините. Вот. Хочется, наверное, винить себя, перестать, перестать. А вот это, в принципе, эм, нормальная реакция, нормальное переживание. Но давайте подумаем вот о чем. Давайте подумаем о том, какую выгоду вы могли бы иметь от того, что вы себя обвиняете. Вот. То есть, что вы получаете от того, что вы себя, вы себя обвините. Вот. Что вы могли бы получать от этого? Какую выгоду? Потому что, я думаю, что вы сами, в принципе, эм, догадываетесь. Я думаю, что вы сами догадываетесь, э, вот, о том, что, э, ну вот, у вас имеет место быть, э, такое вот, некоторое, некоторое сопротивление. Да? То есть, вот, э, это довольно часто явление, когда, э, человек, вроде бы, ну, как-то понимая, да, что, движется в не совсем корректном направлении, все равно. Это делает, все равно. Человек, как-то вот этого, э, хочет, человек все равно, этого не избегает. Вот. И человек все равно обращает на это внимание. То есть, делает это вот, э, центром, ну, центром, можно сказать, э, своей, своей, такой вот, э, вселенной. И очень важно, чтобы вы это заметили. Вот. Очень важно, чтобы вы для себя это вот, как раз, э, поисследовали. Мне-то, мне-то, э, мне-то, э, что, от этого, что я получаю, от этого. Вот. Вот. И вот, если, э, э, на это обратить ваше внимание, если, э, с этим поработать, если это поисследовать, то, э, э, появится шанс для изменений. Ваш. Вот. Появится для вас возможность, э, принять, э, признать, э, ну, наверное, э, в первую очередь, то, что можно было бы назвать, э, не идеально что-то. Вот. Вот. Второе, э, что можно было бы назвать, э, в качестве, вот, ну, того, того, что, э, вы могли бы себе признать это, ваше желание. То есть, все мои, э, потребности, все мои, э, предпочтения, приоритеты, те мои желания, которые у меня были, когда я действовал, вот, э, так, как действовал, да. Не с точки зрения оценки того, что я делал, не с точки зрения, э, морализаторства, вот. А именно, именно вот с позиции того, что для меня было важно, именно с позиции того, чего я хочу или хотел, вот. Именно, э, игнорируя свои желания, именно игнорируя свои потребности, вы, как мне представляется, э, делаете себе, э, таким образом, э, очень и очень хуже. Хуже. Сильно, сильно хуже. Вот. Понимаете, да? Надеюсь. Вот, примерно, 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 в таком ключе я бы мог вам ответить. А именно, вот, с точки зрения, э, психологии, именно, с точки зрения, психотерапии, именно, с точки зрения, его опыта. Дальше. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы говорите, а, как с этим бороться? То есть, вот, ну, это, то, что вы спрашиваете, да, как с этим бороться? Говорите вы. А, на мой взгляд, это, э, достаточно важно бороться, ничем не нужно. Нормально. Нормально испытывать чувство вины, да, как и это свои действия. Нормально, э, э, сожалеть о чем, о чем-то, что мы делали, это нормально. Вместе с тем, именно это помогает нам так не поступать в будущее. Вот. Поэтому бороться ничем не нужно. Когда вы боретесь с чем-то, э, ну, вот, с чем-то, да, когда вы, э, пытаетесь, ну, бороться с чем-то, да, вот. Вы подпитываете, таким образом, э, это свое чувство. Вы уделяете ему внимание, вы, как бы, говорите ему, что оно, оно мне нужно. Вот, ну, вот. Как бы, это чувство мне нужно. Понимаете? Вот. И оно действительно вам нужно. Оно действительно вам нужно, это правда. Но, э, э, чрезмерное внимание этому, чрезмерное внимание этому, ну, никогда ничего хорошего, как бы, не дает. Вот. Я думаю, что вы, ну, в принципе, сами это прекрасно понимаете. Вот. Поэтому наша задача с вами заключается в том, чтобы как раз, вот, э, на эти аспекты, внимание, обратиться. Да? Вот. И не бороться, а вот оставляя, оставляя чувство вины, да, оставляя те, э, переживания, которые, которые у вас есть, вот. А, значит, заметить, именно что, заметить. Другие ваши чувства. Другие ваши эмоции. Другие ваши желания и другие ваши приоритеты. Например. 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 То, что касается, допустим, вашего, ну, вот, молодого человека. Например. То есть, э, 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 что вы, э, чувствуете и что вы ощущаете по отношению к нему. Да? Ну, хочется ли вам что-то, например, по отношению к нему? Хочет, э, 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 ну, как бы, как бы, э, э, какие чувства вы к нему испытываете? Вот. Что вам, там, хочется, например, для него сделать? Вот. Или, может быть, вам, там, ничего не хочется для него, допустим, сделать? Вот. Ну, вот, на текущий момент. Вот. Может быть, э, э, чувствуете вам вины вы отгораживаетесь, вот, э, э, там, допустим, своего нежелания что-то для него делать и так далее. Вот. Может быть, этим вы замещаете некоторую бедность вашего взаимодействия с молодым человеком. Вот. Стараюсь, э, с одной стороны, его оправдать, да? То есть, ну, чтобы он не был таким, э, каким вы его видите, например. А, с другой стороны, как вот, э, ну, защищая, э, свой, э, текущий, э, статус-кво. Вот. Ну, например, если вы, там, допустим, ну, боитесь, э, остаться одна и так далее. Что я, конечно, всех тонкостей не знаю, да? Вот. И вполне вероятно, что где-то в чем-то я ошибаюсь. Вот. Ну. Ну, на мой взгляд, проблематика здесь является именно такой. Ну, а что касается молодого человека, то молодой человек в данном случае, э, перенимает у вас ваши же отношения к тому, что происходит. То есть, то есть, как бы, если бы вы этого не ответили, если бы вы относились, э, к этому, э, с уважением, да? То есть, ну, ну, просто было, то было, это, это сейчас меня и так далее, если бы вы относились к этому вот так. Вот. То я думаю, что и молодому человеку-человеку было бы проще, потому что, э, сложно, сложно, достаточно сложно, э, не винить и не обвинять, э, того, кто, то, э, ну, э, сам, ну, сам, э, сам себя, как бы, обвинять. Вот. Вот как-то я бы сказал. Так. Вам, вам нужно ответить. Поэтому, э, поэтому, э, я бы здесь, э, в данном контексте, э, э, готовился бы к определенной, э, психотерапевтической работе в первую очередь, да? То есть, ну, ну, готовился бы к тому, э, чтобы, э, работать над собой, ну, вот, готовился бы к тому, к психотерапии, занялся бы психотерапией, вот. Потому что, ну, вот, например, то, что вы описываете, да, ваши действия, они выглядят, ну, достаточно, такими невротичными, то есть, вот. Возможно, так вы, вы, э, старались, э, старались, э, привлечь, э, к себе внимание, вот, возможно, так, так вы, э, пытались, э, добиться, э, любви, э, ну, вот, к себе, да? И, возможно, возможно, это связано с тем, что, опять же, да, что вы себе обеспечиваете. То есть, я могу добиться любви только, вот, определенным способом, да, определенными действиями, причем, ну, самыми, самыми, вот, такими, что называется, обназначенными, вот. А, по-другому, я, допустим, ну, не слишком ценно, например, да, по-другому, я, допустим, ну, как бы, вот, своей ценности, да, она не очень, как бы, не очень ощущала по-другому, я свою ценность, вот. И, мне кажется, что в этом несколько вопрос ценностей у вас нужно решать. Конечно, будучи человеком с определенными трудностями и определенными проблемами, вы, ну, никак, при самом желании, не могли, как бы, не выбрать себе партнера, да? А, как бы, как бы, человека, у которого не будет схожих проблем. Вот. Поэтому, если вы любите своего молодого человека, если вы, ну, как бы, дорожите им и, 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 если хотите, а, ну, отношения, скажем так, с ним сохранить, да? Вот. Вот. То мне кажется, что важное значение имеет ваша совместная терапия. Вот. 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 Что есть? Важно совместная работа. Вот. Обращение вместе к специалисту, вот, к психологу. И работа, соответственно, уже в этом направлении. О. Может быть, вам имеет смысл получше друг друга узнать. Может быть, вам имеет смысл научиться говорить. Может быть вам, я имею ввиду друг другом говорить, может быть вам имеет смысл, как бы учиться видеть друг друга именно вот такими, какие вы есть, а не такими, какими вы хотите, чтобы вы же были. Это очень такой важный момент, как мне кажется, потому что, ну в общем и целом, когда люди, ну, не видят себя, ну не видят себя, какими, какие они имеют. Очень сложно выстраивать, ну, ну очень сложно и тяжело выстраивать отношения. Вот. Поэтому мне бы очень хотелось, мне бы очень хотелось, чтобы вы на это обратили свое внимание. И начали, возможно, свою психотерапевтическую работу, да, именно с этих аспектов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Редактор субтитров А.Семкин и Т. Корректор А.Кулакова